Если говорить о Нагорном Карабахе, о его последствиях для российско-турецких отношений, вообще для обстановки на Кавказе, то я бы вынес бы это, конечно, на первое место. То есть между Россией и Турцией последствия того, что произошло в Нагорном Карабахе, еще только предстоит оценить. В частности, это и возвращение территории Азербайджаном, и знаменитое Шушенское соглашение, которое подписали Адиев и Эрдоган, и все, что из него вытекает напрямую или посленно. Я очень подробно вычитывал это соглашение и переводил, комментировал его для российской публики. Там очень-очень много чего интересного написано, от перспектив создания некого военно-политического альянса между Турцией и Азербайджаном до координации действия азербайджанской диаспоры в третьих странах при продвижении интереса так называемого тюркского мира. Все-таки Турция и Азербайджан с Шушенским соглашением и без него это два разных формата отношений между другими странами. Все-таки несомненные успехи Совета сотрудничества тюркоязычных государств за последние годы, которые все больше от организаций гуманитарной, которые проводят какие-то культурные фестивали, проводят они тюркские олимпийские игры так называемые, которые там на лошадях, без лошадей, стрельба из лука, стоя, сидя, лежа, как угодно, вот такие своеобразные виды спорта, вот, то есть от этого тюркский совет превращается действительно в тюркский совет, как уже некое объединение, имеющее экономическое смирение. Все-таки в его составе, ну, под 20 с лишним различных комитетов, значительная доля которых имеет именно экономическую направленность. Там есть комитеты по таможенным нормам и регулированию, там есть инвестиционные комитеты и прочее, прочее, прочее. Там очень много всего уже создано. И постепенно, постепенно этот блок уже становится все более и более политическим. Обратите внимание, что когда был кризис на майские праздники между Киргизией и Таджикистаном, немедленно тюркский совет опубликовал свое заявление на своей странице о том, что тюркский совет целиком полностью на стороне именно Киргизии, поддерживает в борьбе за правое дело и так далее. То есть уже появляется и такое измерение, под этим уже стороны подписываются. Уже говорится о том, что Туркменистан присоединяется к этому объединению на правах наблюдателя, чего туркам очень не хватает. Потому что они сейчас говорят, что сейчас они после победы на гор на Карабахе уже тюрки вышли на Каспий. С другой стороны Каспий, им нужен Туркменистан, чтобы уже идти до Тихого океана, что называется, до побережья. Поэтому Туркменистан, это, конечно, важная страна для них. То есть это вот все эти изменения, они произошли буквально за последние годы. То есть это возможно, что в умах и сознании азербайджанцев в 90-е годы еще тогда возможно, что такое вызрело. Но явным это становится буквально вот сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...